700 тысяча И будем общаться Свет, конечно, такой плохой, ужас Всем привет, сходите, окрою Закрою Привет, привет Катюк, привет Из наклеек в сториз А как? Они у меня почему-то не делаются Опубликуйте вопросы Глазами Они у меня в истории не попадаются Это, наверное, надо было сначала делать вопросики А потом А потом уже В прямой эфир выходить Так, давайте, короче, знаете, что Я в машине, я одна Давайте начинаем с вопросов Вот, которые вы мне писали Вот на крайнем посту О, Ромчик Вот, давайте вопросы задать Только давайте различные Не касательно какой-нибудь одной темы Я вот буду прям вот С момента детства С момента моей личной жизни С момента всяких Не очень приятных историй Моей жизни Ну, вот Привет Москва, Лера, ты лучшая Давай, например, на проект Блядь, волна Давайте вот Я просто специально остановилась Я просто... Мне надо сейчас чуть позже Где-то через полчаса Там ехать на встречу Поэтому я пока сижу в машине Вот, выделила как раз Вот полчаса На именно вопросы Первый вопрос был неудивительный И он был не от Вова Икс, 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 икс На проект вернешься? Нет, конечно Как я и говорила В этот блядюшник Моей ногой не будет Что думаешь о проекте? Естественно, это огромная глыба Многолетняя, легендарная Но это не то, что было раньше То, что происходит сейчас там Это для меня позор Какой базой под мейк пользуешься? Честно, ничего Особенно, просто у меня косметика Мак Базой я не пользуюсь Пользуюсь тональной Ну, то есть крем-под просто Обычный крем дневной Крем тональный Пудра Румяна, хайлайтер Все как всегда Так, давайте вопрос Чтобы не... У меня есть парень У меня есть человек Которого я безгранично люблю Безгранично уважаю С которым у меня Шестой год Общения, отношения И вот этот человек Это максимально близкий для меня И родной человек Это часть меня Это член моей семьи Скажем так Кто к тебе глаза красит? Сама крашу Ну, как, если вот сегодня Допустим, это мой мейкап А так Визажисты мои любимые Это... Это Вероника Калашова И Эля Сестры Вип-Визаж Общаюсь ли я с Соленко? Нет Я с позорными людьми Не общаюсь В моем окружении Исключительно лучшие Хорошие люди Привет-привет Эфир обязательно сохраню Цвет волос Цвет волос мой Натуральный Я волосы не крашу А нарощенные волосы Которые Ну, тут разные оттенки Я даже вам не смогу сказать А на мой вопрос Можно? Я вот не видела ваш вопрос К сожалению, повторите Выглядит счастливее Ну, конечно А где твой парень? Человек, который... Мой человек Он находится в Украине К сожалению В России ему нельзя Поэтому вот так Будешь делать ринопластику? Нет Ринопластику я делать Не буду Сиськи я делать себе Пока ребенка не рожу И пока не пройдет время Не буду Потому что Потому что я личность Я индивидуальна Я чертовски харизматична И привлекательна А с носами Как у пекинеса Пусть ходят все остальные Лера Рома Так, Лерка Расскажи про свою мечту Которая была в детстве В детстве я мечтала Быть ветеринаром Я очень люблю животных И любила животных И люблю Больше чем людей Поэтому мне всегда было Я всегда всех тащила домой Это были У меня жили дома И ежики И ласточки Прибитые крылышки И лягушки И все коты И крысы И хомяки У меня жили дома все У меня мама моя была в шоке Так, насчет проекта уже отвечала Нет, конечно же, не собираюсь Любимая туалетная вода Их много Их много Их много Основные это Про одну тупицу Этот ебаров туалетный ершик Который водила Который, когда я была на проекте Пятки Мне лизал И возил меня в супермаркет Когда я захотела И когда я ему сказала Сидят, они вещают Кто-то там не против Чтобы вернули Фрост Вы что, ебанулись У Фрост все шикарно Все максимально круто В личной жизни В карьере На финансовом помощи И они, вот эти лошары Сидят, вещают А есть ли такая возможность У ведущих вернуть Фрост Вы ебанутые, что ли, господи Я просто не выдержала И поэтому написала пост Ты куришь? Да, к сожалению, курю Вот я хочу бросить Не могу пока бросить Когда замуж? Ой, даже не знаю Ну, как время придет Тогда и выйдет замуж Так С ДД с кем общаюсь? Из проекта я общаюсь Естественно, это мой Любимый друг Ванечек Барзиков Это Фил Это Захаряж Все, наверное Ну, как с девчонками Там может там слесковеться Иногда там хорошая Даже с Мексикой нормальных Сколько тебе лет? Мне уже 25 Ой, если мне О, я вот так саду 25 мне Какими помадами красишься? У меня в основном Всегда один тонн на губах Это мак Карандаш для губ Оттенок, к сожалению, не помню Может, у меня есть с собой Как-то в Варум или Вэрум Не помню С Бузовой общаюсь? С Бузовой я в прекрасных отношениях Я очень ее уважаю Люблю И она крутая С Лилей общаешься? Нет, конечно, чем О чем мне общаться с человеком Которого, кроме сисек Косметологов и носов Нет никаких тем для общения Детей хочешь Но, к сожалению Я потеряла ребенка 22 декабря Я была беременна Был срок месяц и неделя Но, видимо Так должно было произойти Богу виднее Поэтому, значит, еще не время Мне было рожать Вот, поэтому Конечно же, я хочу Но всему свое время Боженьке виднее Как ты вообще пошла на Дом-2? Рассказываю Первый раз Первый раз я ушла на Дом-2 Потому что я встречалась с парнем в Киеве И мы с ним расходились Сходились, сходились, расходились Короче, что-то он меня так замучил А в этот момент был Романец на проекте Мы с Романец давно были знакомы Ну, как бы просто знакомы Ну, что-то, короче Я понимала, что мы не можем с ним разлететь И я решила от него сбежать На Дом-2 Вот, в итоге Вот так вот первый раз я оказалась Потом посмотрела, что это за пиздец Все И там меня хотели качнуть под одну тему На которую я не подписалась И поэтому я ушла Второй раз я на проект попала Совершенно случайно Я прилетела в Москву по своим делам Буквально там на две недели Там дела порешать С друзьями встретиться, погулять Вот меня пригласили на одно из ток-шоу Меня там руководство вызвало в кабинет Ну, что ты, Лер, как дела? А есть мысли вернуться или нет? Я говорю, не, ну, конечно, раньше такие мысли там были Говорю, ну, сейчас как бы все круто Как бы по всем параметрам Я на тот момент в Украине Там работала в музыкальном канале На радиостанции У меня была своя рубрика Я как раз была там в заведении с Украины Ну, вот эти вот все мои регалии Которые там я периодически перечисляла Вот, ну, как бы у меня все было круто И в планах у меня Ставьте, пожалуйста, меньше лайков Потому что сейчас начнет эфир тупить Вот, и в планах у меня не было этого В итоге Все, потом ток-шоу закончилось Мы поехали с Харитоновым, покурили кальян И на следующий день мне звонок в 10 утра Типа, Лер, все, ты нам нужна Короче, давай, обратно возвращайся Я говорю, подождите, у меня есть время подумать Думаю, хоть с мамой посоветоваться Потому что я знала, что мама категорически против Но мне, типа, сказали Вот, дословно я помню фразу Типа, у тебя есть 10 минут подумать Я тебе отправил смс-кадрес, где ты находишься, чтобы водителя отправить Ну, я что-то рискнула Вот, так получилось Ой, блин, так, подожди Как ты находишь силы для преодоления сложности? И у меня сейчас очень сложный период Просто не знаю, как найти силы Знаешь, что я хочу сказать? Так, поставлю я на блокировку Тут ходят всякие Знаешь, что я хочу сказать тебе? Вот все, что... Вот если у тебя живые родители Если жива ты и здорова ты То все остальное хуйня Вот это без прикрас Потому что я тоже раньше как-то эмоционально реагировала На какие-то случаи На какие-то скандалы Личные моменты Дружеские кто-то с кем-то поругался Переживала, близко к сердцу брала И ты знаешь, когда у меня произошел выкидыш Когда я столкнулась И после выкидыша я столкнулась Не только с физической болью, с моральной А именно еще столкнулась с тем, насколько люди мразями бывают Которые меня в личке поздравляли с выкидышем И говорили, ну что, сдох там твой Как там произошел выкидыш? Нормально, доктор все сделал Я после этого поняла, что все, что в жизни происходило у меня до Это все полная херня И если твои живы родители Если живы твои близкие, если здоровы Если ты ходишь, у тебя две руки Два глаза, две ноги Ты, сука, всемогущий Это правда, и все остальное Это полная херня Особенно, если касается Если там ты пишешь, что у тебя трудный период Если особенно это касается с личной жизнью Что там у тебя парень какой-то не такой Или у тебя что-то произошло Это тем более фигня Вообще забей, забудь И живи и радуйся жизни Что ты можешь видеть, слышать, кушать И у тебя все хорошо Не переживай, что нет мужчины рядом У меня есть мужчина рядом Много лет Это моя опора, плечо Вне зависимости Вот здесь он рядом Либо он где-то за какие-то километры Я знаю, что не дай бог С меня волосок спадет Где-нибудь в Москве Или где-нибудь Не знаю, в другой стране Этот человек из-под земли достанет Всех тех А мне 25 Сколько получают участники? Я получала 150 тысяч зарплату Вне зависимости от испытательного срока Я сразу мне поставлю зарплату Буквально через неделю Три, через месяц Все остальные получают Там 17-30 тысяч Не знаю Ты общаешься с Рапуцелем Как ты к нему относишься? Я Ну у меня слишком много дел Слишком много всего Я не поддерживаю отношения Допустим с Олей Но я тем не менее Очень хорошо к ней отношусь Мне так жалко Что их чморят А чморят кто? Чморят Сука Безхребетные Безработные Безмозглые Люди Которые ничего из себя не представляют А они семья Какая-никакая Какой бы Дима Как бы его не выставляли Но он Ну не знаю Он достойно себя ведет У них прекрасная Замечательная доченька Оля Я вот повторюсь Была история Это единственная